этот магнит я привез по моему в прошлом году в феврале из чикаго стоит 6 баксов еще был в нью-йорке лет пять назад и лет наверное 10 назад я жил по walk and travel во флориде панама сити бич вот и собственно хотел рассказать в этом видео почему я будучи три раза в америке там не остался в первую очередь это стоит это близость семьей не оказалось как оказалось будучи в отъезде семья для меня за имеет большое значение и сам факт того что семья находится близко ко мне по крайней мере в москве на комфортном расстоянии от меня когда могу в течение трех пяти часов приехать домой конечно финансовый вопрос это другое дело но когда это очень нужно будет это можно всегда сделать это не нужно лететь через пол планеты и по деньгам это немножко дешевле второй момент когда ты живешь с разницей в семь часов с америкой есть такое ощущение что ты живешь со своей семьей вообще в параллельных мирах это очень сильно сказывается на мозг вот особенно если допустим не можешь выехать из америки по каким-то иммиграционным причинам как вариант это довольно психологически очень тяжело потом мне показалось медицина в америке очень дорогой я и не пользовался но по рассказам различных блогеров допустим жени из чикаго канал называется american view посмотрите он много рассказывает про медицину очень дорогая и не факт что она высокого качества вот потом кстати вот пример одного блогера он занимается джиу-джитсу и ему вы сломали нос чтобы править нос он сходил к врачу его вправили по факту оказалось что по моему больше тысячи долларов он заплатил за один хруст вот то есть он мог найти деньги съездить в россию повидать своих родных сходить в больницу здесь мы все это сделали и он бы знать на эти же деньги уехал спокойно обратно в америку вот потом допустим если рассматривать перспективу в америке то если допустим рожать там детей то декрет составляет всего лишь три месяца я бы хотел чтобы дети все-таки с мамой могли провести времени больше хотя бы там год-два по факту посмотрим еще мне не особо нравятся в америке не ухоженные люди допустим пример чикаго я шел как-то на урок английского и немножко запутал спросил этого парня как пройти к школе он говорит ну значит иди туда так совпало что наши пути совпали и он оказался немножко впереди меня на пару шагов внешне он был опрятный но оказалось что он идет в шлепках штаны у него спущены так что труселя видать вот и но в принципе какой-то такой неопрятный тип все равно внешний вид человека он как-то формирует что ли внутренний стержень общество да какую-то эстетичность придает я бы не сказал что прямо в москве все мега крутые ухоженные но по крайней мере в среднем приемлемо не так чтобы прям совсем эксцентрично вот здесь конечно некоторые кадры но по крайней мере это не выходит за рамки во первых практичности как на улице мороз а у тебя штаны спущены ты можешь просто заболеть вот одна американская девушка шла в шлепках тоже в мороз шлепки чем они думают непонятно затем мне показались продукты чересчур искусственными даже в холл фудс холл фудс так магазин называется где по идее должны быть только натуральные продукты например просто лук лук весь там как будто по калибру весь его значит когда жаришь он такое ощущение что наполнен водой и становится водянистым вот один из примеров конечно не все продукты там генномодифицированные но мне не особо было комфортно там некоторые продукты употреблять я конечно не скажу что у нас в россии прямо все мега экологичное чистое не во всех магазинах и уже далеко не очень дешево продукты покупать цены как-то слишком сильно растут вот но по крайней мере привычная для нас еда качественная она доступна затем уровень сервиса в америке например в общепите довольно грубовато если у нас в россии ты приходишь в ресторан там или кафе тебя реально пытается обслужить то в америке ты приходишь и обслуживающий персонал на показ выставляет то что он тоже имеет права и обходится довольно грубо я считаю что даже не знаю как это объяснить что не знаю его бесит работа но он ее делает потому что ему нужны деньги и то что тут клиент перед ним пришел он ему не указ вот каким-то таким не очень понятным образом пытается показать что они тоже люди и ни коем случае не прислуга для клиентов но в россии это не подни ну по крайней мере я не подразумеваю что коллеги коллеги в ресторане кто-то как-то прислуживает да там и либо в отель там где-то еще ну так и так дальше что самое печальное в америке что там нет запрета на ношение оружия то есть оружие может быть вообще у всех ты можешь спокойно торговать этим оружием никто тебе не запретит возможно там есть какие-то документы для этого нужно оформить но любой может себе позволить оружие с одной стороны это хорошо слабака их очка приравнивает в силе с любой может друг друга пристрелить но если это оружие попадает в руки допустим сумасшедшего либо допустим в Чикаго на юге Чикаго очень много убийств можете посмотреть статистику постоянно все друг другу стреляют ну возможно это между наркокартелями там это происходит но жутковато вот и поэтому ощущение в америке безопасности практически нет даже по дороге в Чикаго от метро к общежитию на расстоянии практически 100 метров стоит кнопка с фонарем экстренной помощи то есть если что-то случилось там со студентами которые следуют к своему общежитию они могут очень быстро на этот кнопку нажать и даже дело здесь не в том что довольно высокий уровень преступности а очень много сумасшедших людей которые бродят по улице и они могут навредить они может быть ничего там не подразумевают что они могут совершить зло но ввиду их болезни это может случиться затем мне не очень импонируют пластмассовые улыбки. В целом может быть позитивный настрой, когда все друг к другу улыбаются, механически создает позитивное настроение внутри человека и в целом улучшается среда, что ли, да, в которой ты обитаешь. Но все-таки для меня превалирует ощущение того, что это все обман. И обманный позитив для меня, наверное, не самое приятное состояние. Так, про бездомных и психически больных я рассказал. Очень много бездомных, они, даже сами американцы говорят, что в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе я сталкивался в Чикаго, Вашингтоне, Атлантия. Очень много бездомных. все ужасно выглядят, там живут в каких-то хоробках. Может быть, потому что там не так холодно, поэтому они не вымерзают. Ну, конечно, в России они тоже есть, но, по крайней мере, это не так заметно. как-то они обитают в своем каком-то таком месте, живут своей жизнью, но по крайней мере, мне на глаза не особо попадаются. Ну, хотя я знаю, на Павелевской периодически есть благодарительные акции, там приходят, приезжают на машинах видимо, волонтеры, раздавят еду бездомным. Это хорошо, ничего против этого не имею, но как-то в Америке-то, не знаю, почему-то гораздо сильнее бросается в глаза. И, наверное, последнее, что мне не очень понравилось, Чикаго, это мое самое последнее представление об Америке, когда я был в Чикаго. Я жил там целый месяц, и я был в шоке от того, насколько там грязно метро. На улицах чисто, везде практически но это спускаешься в метро, липкий грязный пол, ржавые фермы, балки, отслывшаяся краска. Но такого в нашем метро я особо не видел. Много видео есть про метро Чикаго, внизу там можете посмотреть, я пару ссылок оставлю под этим видео. Но вообще мой канал начался с огромного количества видео из Америки. Можете посмотреть, там в истории много чего показываю из Чикаго. Вот, поэтому проходите, смотрите, пишите ваше мнение, почему бы вы хотели переехать в Америку, чего вот этого ожидаете и догадываетесь ли вы, что переехав туда для вас станет важно то, о чем то, что для вас здесь не казалось важным. Вот, интересно ваше мнение услышать. И лайки, конечно же. Всем счастливо, хорошего дня и пока.